здравствуйте сегодня у нас компактный проигрыватель гипотской фирмы denon модель dp 15f я бы сказал что к этому проигрывателю очень подходит старая поговорка мал да удал поскольку несмотря на свои компактные размеры этот проигрыватель воплотил в себе многие технические совершенства которые применялись в проигрыватель в того времени одно из главных особенностей этого проигрывателя это наличие электронного тонарма как их сейчас называют на русском языке в версии denon этот тонарм называется dynamic servo tracer впервые технологии электронных тонармов было предложено в 70-е годы прошлого века фирмой sony в ее версии эти тонармы назывались bio tracer суть их состоит в том что вертикальное и горизонтальное микро перемещение тонарма демпфируется с электронным способом внутри тонарма есть датчики и катушки вертикального перемещения вертикального прочь управления как правило один магнит 1 катушка датчик один магнит 1 катушка привод и соответственно в основании есть то же самое датчики положения и датчики управлять катушка управления горизонтальным демпфированием тонарма а также двигатель горизонтальный двигатель выполняет функцию перемещения вправо влево а вертикальный двигатель обеспечивает опускание подъем тонарма на пластинку для установки прижимной силы тоже используется электронная система для этого на проигрывателе есть специальные колесики в зависимости от версии проигрывателя потому что эта система она практически одинаково в различных версиях проигрывать льдино с электронным тонармом иногда появляется дополнительная регулировка степени демпфирования тонарма но об этом мы поговорим когда-нибудь потом когда будем рассматривать модель с такой регулировкой в этой модели есть только регулировка прижимной силы в принципе эти модели чрезвычайно надежные на мой взгляд мне крайне редко приходилось встречать неисправные модели вот нас подстройка технических характеристик этих проигрывателей конечно же иногда требуется иногда не в отличном состоянии но вот в частности вот этот вот проигрыватель я купил его вообще по музыкать и смешные деньги тип 30 евро без доставки у него из проблем были только небольшие дефекты на крышке а также он был изрядно грязный то есть он где-то долго лежал я почистил его проверил параметры они все в порядке параметры более того он достался мне с родной головки дель 65 игла в отличном состоянии такое ощущение что когда-то купили почти не пользовались и убрали потом и по прошествии многих лет выставили на продажу опять же за очень низкую цену выпускался этот проигрыватель в японии в конце 80-х годов что еще можно сказать про это проигрыватель но в нем установлен привод прямой привод очень высокого класса кстати прямой привод тоже является изобретением фирмы sony и как я читал на некоторых форумах sony и dinon разделяли технологию еще была фирма gvc которая использовала тоже электронные тонармы но насчет того какой тип электронных тонармов использовался gvc я не могу сказать но то что dinon и sony практически использовали общую технологию это факт я думаю что скорее всего в связи с тем что фирма sony прекратила выпуск проигрыватели с электронными тонармами где-то к концу 80-х один он активных в это время выпускал и скорее всего фирма sony передала динона всю в эту технологию и так вернемся к двигателю значит двигатель здесь классический прямой привод скварцевой стабилизации но значит датчика вращения не встроен сам двигатель в виде частотного генератора а вынесен снаружи в виде магнитной головки и специального покрытия внутри диска я чуть позже покажу как это все устроено так теперь органы управления тут все очень просто никаких к лишних органов управления значит но подключение выключение питания клавиша выбора размера грампластинки 30 или 17 сантиметров выбор скорости 33 45 значит клавиша подъема опускание тонарма клавиша включение отключения повтора клавиша стоп клавиша старт а вот здесь находится такой регулятор в виде круглые с рисками с помощью которого мы выставляем прижимную силу с которой игла будет опираться на пластинку систему полностью электронная о том как настроить первоначальную балансировку тонарма я расскажу чуть позже потому что она очень важно если вы не выполните начальную блокировку тонарма это система не будет работать правильно немножко поговорим про настройки проигрывателя на него есть одна обязательная настройка которую нужно выполнить в начале она написана в инструкции к этому проигрывателю надо сделать начальную балансировку тонарма значит при выключенном питании разблокируем тонарм немножко выведем его вот сюда и теперь с помощью вот этого колесика будем аккуратно двигать туда-сюда колесико до тех пор пока тонарм не встанет параллельно диску то есть вот это вот направляющие тонарма и диск должны быть параллельны друг другу после этого система электронной стабилизации тонарма будет работать нормально теперь поговорим про другие не такие очевидные настройки которые скорее относятся к техническому обслуживанию проигрывателя и так вот здесь есть вот такой вот винтик под плоскую отвертку этот винтик отвечает за галлировку высоты положения иглы относительно пластинки в сервисной инструкции нету явных указаний про высоту иглы над уровнем пластинки но обычно выставляют высоту иглы в районе от 5 до 9 миллиметров тут уж в данном случае каждый может сам решить какая высота ему нужна и теперь еще есть другая важная регулировка которая может потребоваться если к вам в руки попал не совсем новый агрегат который кто-то раньше залезал это установка начальной позиции воспроизведения грампластинки размером 30 сантиметров сразу оговорюсь что автоматическая установка грампластинки размером 17 сантиметров жестко связано с размером с позиции установки грампластинки 30 сантиметров для того чтобы отрегулировать вот эту относительную позицию пластинки семнадцать сантиметров надо будет уже залезать внутрь проигрывателя а чтобы установить позицию проигрывание гра пластинки 30 сантиметров Никуда внутрь не надо залезать, все можно сделать прямо отсюда. Итак, мы разблокируем тонарм, вот, выведем его примерно на позицию начала. Вот в это отверстие поставим отверточку, вот так немножко покачаем тонарм. Вот видите, отвертка встала. Теперь, если я, видите, двигаю отверткой, я попал там в винт. Значит, можно регулировать начальную позицию установки на пластинке 30 см. Естественно, после того, как вы отрегулировали позицию этим винтом, для того, чтобы проверить, надо вынуть, поставить на место и после этого проверять. Естественно, эту регулировку надо проводить только при выключенном питании, чтобы не работала система динамической стабилизации тонарма. Два слова об особенностях прямого привода в проигрывателях Denon. Ну, на самом деле, эта технология была предложена ранее фирмой Sony. Смысл ее состоит в том, что датчик скорости вращения диска снимает реальную скорость вращения диска, а не как обычно там стоит генератор, собственно, в двигателе. По информации производителей, это позволило повысить точность вращения диска примерно в 10 раз. Значит, в чем там секрет? Секрет в этом, в следующем. Вот сейчас мы поставим. Вот видите, вот здесь вот находится такая маленькая магнитная головка. Вот. А сейчас мы снимем диск. Вот. И вот она, головка, уже видна хорошо. А вот внутренняя поверхность диска покрыта специальным составом. Вот. Так называемый магнитный диск, как они его называют. И этот состав, собственно, дает импульсы, которые считывает головка и позволяет определить скорость вращения двигателя. Извиняюсь, скорость вращения диска. И если что-то не так, она дает команду на коррекцию этой скорости вращения. Естественно, если вы повредите это покрытие, то точность данных ухудшится. Хотя, я думаю, что небольшое повреждение не окажет серьезного влияния на точность сканирования. Поэтому при снятии диска надо быть аккуратным, чтобы не повредить внутреннюю магнитную поверхность диска. Теперь давайте посмотрим, как обычно, как этот проигрыватель, собственно говоря, работает. Значит, мы включим питание. Выберем размер пластинки 30, скорость 33. Остальные клавиши мы пока трогать не будем. Значит, есть, как всегда, два способа пустить проигрыватель в работу. Ну, как всегда, ручной. Он самый простой. Значит, нажмем кнопку «Поднять тонарм». Подведем к нужному месту на пластинке. Видите, диск начал крутиться, и вот здесь зажигается такая, индикатор кварцевой стабилизации. И после этого опускаем тонар вниз, начиная с воспроизведения. Ну, дальше можно поднимать его, переставлять куда хотите. Вот. И дальше можно в конце либо нажать кнопку «Стоп», либо просто вернуть тонарм на место. На этом история закончится. Теперь автоматический режим. Значит, у нас выбран размер 30, скорость 33. Опустим микролифт и нажмем кнопочку «Старт». Сейчас вот он пойдет, встанет на начало пластинки, опустится и начнется проигрывание. В любой момент мы можем остановить проигрывание кнопкой «Стоп». Вот. Но и в любой момент мы можем начать воспроизведение сначала, нажав кнопку «Старт». Вот что произойдет в этом случае. Вот он вернулся на начало и начал воспроизведение. Естественно, у нас есть автостоп и у нас есть повтор. Мы сейчас сразу посмотрим, как все это вместе работает. Я в конец пластинки подвел, опустил тонарм. Вот он пошел на выход. Сейчас пойдет начало. Видите, как электронная система плавненько управляет тонарм. Опустился и началось воспроизведение. Кнопку «Стоп» здесь можно нажать даже при включенном режиме «Повтора». В этом случае, в отличие от механических систем, тонарм вернется на стойку. Вот как аккуратненько работает система сервоуправления тонармом. Проигрыватель выключился. На этом все. Два слова о громпластинке, которые мы будем слушать. Ну, я уже эту пластинку использовал в демонстрациях. Это «Хит-67», «Оркестр Франк Купер», производство «Филлипс». Для нас важно, что эта пластинка выпущена в 67-м году. А значит, с момента ее выпуска прошло более 50 лет. И по закону Российской Федерации все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии и не нарушают ничьих авторских прав. Ну и в заключение, как обычно, мы послушаем небольшой фрагмент с пластинки. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok